От смартфонов к автомобилям Samsung тоже научит машины ездить без водителей. Скрытая угроза, чем опасен интернет вещей. Воздушная рыбалка. В Токио дроны-шпионы будут ловить сетью. Сегодня начнем с перехода от смартфонов к автомобилям. Самоходные автомобили вместо умных телевизоров и телефонов. Представители Samsung сообщили, что компания собирается заняться разработкой системы автономного управления автомобилем без водителя. По информации от патентного бюро США, заявки, которые подает южнокорейская корпорация, на две трети – это разработки в области автомобилестроения или автомобильных медиасистем. И вот официальное подтверждение от первоисточника, от Кво Охуна, вице-председателя Совета директоров Samsung. Кроме программного обеспечения потребуются и комплектующие. Ими снабдят дочерние компании. Samsung Electromechanics произведет электронные компоненты и Samsung SDI – аккумуляторы. О подобных же планах заявил и крупнейший китайский поисковик Baidu. Компания намерена разработать систему управления авто без водителя. Недавно уже прошло тестирование рабочего варианта системы. Машина проехала по оживленным улицам и по шоссе в Пекине. Так что Google с его Google-мобилями и Tesla уже наступает на пятки новые игроки на этом рынке. Больше ума – больше опасностей. В современном доме растет количество вещей с приставкой Smart. Да еще появились предметы, относящиеся к так называемому интернету вещей. И это, оказывается, грозит дому и информации в компьютерной сети взломом. Портал Mashable составил обзор уязвимостей, которым подвержен интернет вещей. По мнению журналистов, каждый из множества умных термостатов, соединенных с Wi-Fi чайников, веб-камер или принтеров – это лазейка для хакеров. Умные телевизоры, Smart TV – это вид техники, который, пожалуй, первым стал частью интернета вещей. И первый же стал уязвим. Многие производители отсылают информацию рекламодателям. Также телевизоры порой могут не скрывать информацию об IP-адресах и прочем. Все это облегчает хакерам задачу по взлому домашней сети. Веб-камеры и радионяни тоже легко взломать. Есть специальный поисковик для устройств, подключенных к сети – Shodan. Он популярен среди интернет-преступников, что логично. Слабые места в информационной обороне могут быть ими использованы. Недавно была информация о том, что тысячи веб-камер и радионянь можно довольно просто взломать. А одна пара из американского штата Индиана рассказала журналистам, что радионяня их двухлетнего ребенка играет музыку и воспроизводит странные звуки. А еще есть управляемые по Wi-Fi лампочки и выключатели. И они тоже могут стать лазейкой для взлома сети в доме. Причем проблема будет даже не в них. Порой целые протоколы связи подвержены уязвимостям. К примеру, протокол Zigbee ранее был квалифицирован как небезопасный. Журналисты Meshable дали несколько советов тем, кто все же отважится установить в своем жилище что-то из интернета вещей. Может, если следовать им, ваш дом останется вашей информационной крепостью. В первую очередь внимательно выбирайте устройство, читайте обзоры и сравнения. Пункт номер два. Заботьтесь, чтобы гаджеты были защищены хорошими паролями. Обновляйте программное обеспечение и меняйте протоколы безопасности. И, наконец, не брезгуйте чтением пользовательских соглашений, чтобы хотя бы знать, как производитель распоряжается вашими данными. Если есть дроны, то должны быть антидроны. Во всем мире правоохранительные органы обеспокоены тем, что все чаще злоумышленники используют беспилотные летательные аппараты. Мало того, что дроны запускают на частными территориями для слежки, так еще для активного нападения они тоже пригодны. Накануне на крыше дома премьер-министра Японии был обнаружен дрон с радиоактивным веществом. Полицейские Токио придумали довольно изящный способ борьбы с летающими шпионами. Прежде полицейские старались обнаружить место, откуда управляют беспилотниками. Но ведь можно и просто взять и словить сам дрон. Для этого большой DJI Spreading Wing 900 оснастили сетью размером 2 на 3 метра. Вот ею полицейский беспилотник и будет обезвреживать дроны правонарушителей. Пока на службе стражей порядка только один такой летательный аппарат. Но уже в феврале токийские полицейские будут иметь в распоряжении эскадрилью из 10 дронов с сетками. Уже в следующем выпуске ProNet мы вновь расскажем, как технологии меняют наш мир. Подписывайтесь на нас в Facebook и Twitter. И до встречи в эфире и онлайн.